Здравствуйте, меня зовут Медведев Евгений. После того, как жена моя снесла бампер на новой машине, она начинающий автолюбитель, я решил снять видео о камерах парковки. Как выбрать, что выбрать, на какие параметры стоит обратить внимание. Итак, все, что я смог найти, это несколько кубиков универсальных камер, которые устанавливаются на плафон. Сейчас, секунду, принесу плафончик. Вот, так сказать, специальные камеры, которые устанавливаются на плафончик, вот так вот, и крепятся с другой стороны пластинкой на двух болтах. Есть универсальные отлитые камеры, конкретно под машину. И есть универсальные камеры, которые тяжело, если не поставить вот такие, специальные, ставятся вот такие. Итак, как же на рынке выбрать себе камеру? Камера бывает, я различаю их по двум параметрам. Первый, по трех точнее. Первый, это вот линза, угол обзора, да, мы специально таблицу для этого нарисовали, будем делать замеры. Ну и вторая, это, соответственно, светочувствительность. То есть мы живем в России, у нас в Петербурге, вообще ночью глаз выклили. А если я уехал с любимой женщиной на лесное озерцо, и задним ходом нужно мне уехать с того места, да, там вообще ничего не видно. Были такие случаи, и, собственно, вот об этом мы все и поговорим. Хотелось бы что-то иметь универсальное, качественно-стабильное. Итак, давайте угол обзора. Как он определяется? Вот это понятие рыбий глаз. То есть линза должна форме глазика иметь. И таким образом за счет линзы достигается угол камеры. Так, я сейчас вот PlayerVox, он у нас явный победитель. По угол обзора, значит, снимаю табличку. Вот я вижу две точки, да. И получается наш угол обзора аж 120 градусов. Объясни, что вот он, видимость точки по углам, вот от этого угла. Да, вот одна точка, мой палец. То есть по краям монитора. Вот, раз, куда лучше сходятся, да, это точки на бумаге. Вот где-то получается, нет, 110, 120, нет, 120 градусов, слушай. Камера PlayerVox. Ну, если были бы у меня другие камеры, я бы также провел замер. Производил замер камеру интро. У него результат оказался чуть похуже. Так, проверяем камеру No Name. Ну, картинка ужасная. Ну, линза показывает на честные 110 градусов. Хорошо. Теперь вот камера без глазика, ну, точнее, плоский здесь. Угол будет гораздо ниже. У меня был явный пример в образцах, но я его, к сожалению, ношу. Вот это и камера, и угол обзора. Сейчас посмотрим, сколько. Вот, вообще. Жень, снимаешь на мониторе? Останови здесь на листочке, я на мониторе покажу. Вот. Вот, всего лишь 80 градусов. Вот, явный пример, когда нету рыбьего глаза, снимает 80 градусов. Эта камера недостаточно считает. Не, не будем так говорить, достаточно-недостаточно, но просто рассказываю. Так, вот, камера RedPower. Вот эта камера с большим рыбьим глазом дает аж 130 миллиметров. Это пока чемпионов. И вторая камера RedPower на инфракрасных диодах. Та была на обычных диодах. Так, сейчас мы ее раскрутим. Последний наш претендент. Диоды, кстати, на камере светятся. Видео. Здесь четкие 90 где-то. Да, 90, ну, нет, это 100 получается. Это лучше-то 100. 100 градусов. Итак, первый параметр. Я такую таблицу выложу на сайте. Можете, в принципе, распечатать. Пойдете в любой магазин. Если я вам что-то рассказываю, то можно выбрать камеру. Итак, давайте теперь картинки и изображения посмотрим. Вот мы возьмем камеру рыбий глаз. Можно, в принципе, и до 180 камеру разогнать. Но не есть хорошо. Посмотри, пожалуйста, поверхность. Ровная стенка. Вот вы поставили рыбий глаз. Вы паркуетесь, смотрите, какие искажения. Еще раз, еще раз покажи. Вот, картинка. Ну, все выпуклая, стены кривые. В общем, надо кушать грибы, чтобы нормально ориентироваться приезде задним ходом. Но в то время, в это же время, угол обзора, вот видите, вентилятор введен, ну, очень, в принципе, неплохо. Но, повторяюсь, тут реально дистанция гораздо меньше. То есть угол обзора у рыбьего глаза больше. Это камеры больше 120 градусов. Ну, соответственно, искажения достаточно сильные. Так. Теперь давайте возьмем камеру 100 градусов. На мой взгляд, оптимально. У камеры Inter такой же обзор. Вот, видите, стеночка ровная. Да, вот машина паркуется. Ну, вентилятор видно, но не целый. Но зато картинка четкая, без искажений. Все как есть на самом деле. И угол обзора плохой камеры, которая проигрывает по параметрам. Это... Он, конечно же, недостаточный, чтобы... То есть можно иметь картинку без искажений, но, видите, вентилятора вообще вот не видно. Вот этого, как правило, недостаточно. Можно по нашей таблице, которую можно скачать на сайте, подобрать себе и получше камеру. Итак. Три варианта камер. Узкий угол обзора. Ну, картинка четкая, прямая, но недостаточный обзор. Золотая середина. Это 100-110 градусов. Картинка без искажений, но угол обзора достаточный. И третий вариант. Это рыбий глаз. Картинка искаженная, но зато все четко и видно. Итак, создадим третий второй тест на тест на освещенность. Да, паркуемся ночью. Вот камера плей-о, к сожалению. У вас почему-то проиграла. Я ни в коем случае не для антирекламы и так далее, но вы должны проверять камеру. Вот на светочувствительность. Видите, да, уже мыло. Тест большой. Тест мой рот. Камера проигрывает. Это еще 16 часов. Ну, видите, да, не очень. Вот опять же. В руках чуть-чуть мы скрываем. Пальцев ничего не видно. В общем, отстой. Так, посмотрим. Ну, в принципе, все камеры так же можно проверить. Вот камера на ней. В принципе, неплохо работает. Ну, разметка, конечно, стрёмная. Я считаю, видите, да, уже мыло идет. Этот сенсор не топ. Цена, может быть, сэкономите 200-300-500 рублей, но получите хрень. Вечером, в темное время суток. Не очень хорошо. Хотя я сейчас на улице, вот, видите, да, достаточно светлее. Кто бы ни говорил, задний ход, фонари, никого не слушать. Это все бред. Неправда. Вот сенсор получше, но он, наверное, топовый сенсор, но с плохой линзой. Видите, да, как качество картинки. Вот хороший сенсор. Но это узкий угол обзора. Цвет передается, все четко. Видите, да? Даже видно мои зубы, волосы и бороду. Так, давайте теперь, у нас раньше хотели бы такие камеры возить, но я и посчитал, что не пойдет. С обычными светодиодами. Так, секунду. Видите, это топ-сенсор МТ-129, по-моему, только что с подсветочкой. Все видно прекрасно. Язык и кариес можно рассмотреть, то есть в полной жопе, то есть в темноте, все будет прекрасно видно. Но минус, видите, да, как яркая камера светит. Видишь? Ну, реально стрёмно. На моей тачке, которая недешево стоит, чтобы так камера светила, мне кажется, это обломно. И последний вариант, сейчас я его найду. Точно такая же камера с топовым сенсором, но с инфракрасными диодами. Я не знаю, видно на камере, что не светится? Обычному глазу ничего не видно. Стас, видно? Нет, свечения. Да, ну, это инфракрасная подсветка. То есть, что она даёт? Глазу не видно, а в темноте светит. Но ночью это будет в чём, более в чёрно-белом свете, но зато всё чётко. Ну, вот, естественно, бороду, соответственно, видите, всё чётко освечивает. Вот, это наши камеры. Конечно, видео немножечко рекламное, но как вы хотели. Я вам рассказываю, как выбирать, а вы уже смотрите. Вот с инфракрасными диодами ночью. Ну, я сейчас в чайнике гляну. Видите, вода, ой, запотело. Вода, днища, чайника, всё видно, прекрасно. То есть, поехали за грибами в час ночи на лесное озеро. Обратно задним ходом ничего не повредите. Даже если не работают. Да, теперь дальше. Последняя часть видео. Я вот нарисовал такую табличку, где у нас вот эта машина. Я посмотрел на сайте IKEA.ru, какое у моей машины расстояние. Оно получилось 1950 мм. Я взял 2А. Половинка, соответственно, 950. Вот формула обсчёта, какое минимальное расстояние от машины до препятствия, чтобы было видно обзор всего бампера. То есть, понимаете, да? Вот моя машина, почти 2 метра. И здесь у нас тоже 2 метра. Я посчитал, вот такая вот формула. Тангенс угла равен отношению противолежащего катета к прилегающему катету. Спасибо за подсказку в ло-форуме, да. Ну вот, собственно, после недолгих расчётов параметры RedPower камера с инфракрасной подсветкой машины Kia Mojave. Расстояние 1950 мм. На калькуляторе посчитал, чему равен тангенс. Ну, соответственно, уже дальше несложные вычисления. Получается, что 664 мм. То есть, 0,65 м. При данном расстоянии я буду видеть ширину почти 2 метра. То есть, я понимаю, что на расстоянии 65 см я безболезненно вижу всё расстояние, которое может угрожать моему бамперу. Ну вот, собственно, и всё. Всё, если вы хотите посчитать свой, измерите угол камеры на данной таблице, подставьте значение. Альфа – это половина угла камеры, естественно. То есть, у меня угол 110 камеры, я взял 55, да. Вот, посчитайте и получите результат, и дальше принимайте решение уже. Устраивает вас, не устраивает. И советую не экономить деньги, проверять качество сенсора. То есть, создавайте мрак, полумрак, реальные российские условия, чтобы было темно. Никого не слушайте, что заднего света хватит. Это неправда. Я 2 года назад лично пытался там диоды ставить дополнительные и так далее. Если сенсор говно, то и картинка будет говно. Ну вот, всё. Спасибо. С вами был я, Медведев Евгений. Сайт redpower.su